всем привет с вами zork и сегодня я вам расскажу как вывести наши средства с кошелька блокчейн на кошелек webmoney кто-то может подумать что на самом деле это все фигня вы зарабатываете копейки ничего вы этим не добьетесь идите работать на завод но на реальном примере вам покажу что я играл в игру world of tanks сейчас особо не играю и именно этим способом сбором сатош сбором биткоинов я купил себе извиняюсь я купил себе вот этот вот танчик который стоит 2300 ну в рублях примерно также 2300 рублей просто собирая на кранах различных кранах и там про интернет проектах собираете самые сатоши я накопил себе 2000 но на самом деле я был полным идиотом потому что 2000 потратить на какую-то виртуальную хрень это просто но чушь по-моему по я наверно повзрослел может еще чуть может одумался вы конечно можете тратить на что хотите я никого не упрекая суть сегодняшнего видео будет заключаться в том как мы будем выводить наши сатоши с кошелька блокчейн это мой другой аккаунт здесь как мы видим 220 тысяч есть это примерно 1 доллар курс немножко упал поэтому этот не один доллар а 93 цента и эти 93 цента мы сегодня будем выводить сразу скажу что нам необходимо будет зарегистрироваться на двух так называемых посредниках потому что я для себя создал такую вот схемку по которой мы будем все это делать и тут будут два посредника это сайт валит exmo.com все ссылки на сайты будут в описании здесь тоже необходимо будет зарегистрироваться здесь сразу указан курс биткоина сейчас он упал раньше был 430 сейчас 406 здесь нам необходимо зарегистрироваться заполни вот эти поля потом подтверждение по моему через почту идет но я уже зарегистрирован поэтому я жму сиганин и входим в систему после чего нас перебрасывают вот на такую страницу здесь наши электронные кошельки в виде долларов евро рублей биткоинов додж коинов и так далее это в принципе нам не нужно сейчас нам необходимы биткоины вот они btc ладно нет сначала расскажу про следующего посредника следующий посредник это киви это кошелек киви его тот тоже необходимо будет зарегистрировать перейдя по ссылке в описании необходимо будет зарегистрироваться на этом сайте и ваш кошелек будет иметь вот такой вот вид это ваш мобильный номер именно на этот номер вы будете загружать отправлять вернее деньги но они не придут в качестве единиц то есть в качестве денег на телефон они не придут они будут именно как электронные деньги просто ваш кошелек будет использоваться как номер мобильного телефона ну и последнее такое что в обмане здесь необходимо тоже будет зарегистрироваться куда же мы будем еще отправлять наши деньги итак первое переходим на сайт black chain и выбираем отправить деньги здесь нам необходимо выбрать быстрая отправка но сразу скажу что на быстрой отправке идет очень большая комиссия в размере 20 процентов и отправив 100 тысяч 20 тысяч просто вы отдадите только за за комиссию но мне в принципе не страшно тут есть еще пользовательская отправка пользовательская транзакция но я не в курсе по времени сколько она будет идти она может идти до двух трех дней мне ждать как бы смысла нет и отправляю я не особо большую сумму чтобы там сильно расстраиваться из-за 20 процентов поэтому я выберу быстрая отправка и нам необходимо ввести bitcoin адрес bitcoin адрес мы будем брать сайта валит xmo.com переходим опять сюда и видим btc необходимо нажать кнопочку так давайте русский выберем сразу чтобы нам понятнее было так bitcoin мы жмем кнопочку пополнить и копируем вот отсюда адрес кошелька нажавку кнопочку скопировать адрес адрес скопирован в буфер обмена читаем что написано ниже комиссия за пополнение ноль процентов то есть на этот сайт мы пополняем с нулевым процентом но минимальная сумма депозита то есть минимальная сумма загрузки сюда сатош это 100000 считаем 100000 сатош это минимум плюс еще 20 процентов от 100000 20 процентов это 20000 сатош получается нам чтобы получить на этом сайте 100000 нам необходимо 120 тысяч отправить на этот сайт тогда они появятся если вдруг по какой-то причине вы отправили на этот сайт сатош меньше чем 120 тысяч то эти сатоши просто исчезнут они пропадут они не придут на этот сайт поэтому считайте сразу сумму отправки вместе с комиссией которую вы заплатите на сайте блэкчейн и так мы скопировали адрес сейчас я на примере вам покажу все поднять не будет вставляем его сюда вот она и необходимо ввести сумму для перевода стать просто берем вот отсюда копируем все цифры вводим сюда 0 9 3 жмем отправить платеж у нас высвечивается сумма где ой высвечивается окно где написано недостаточно недостаточно средств эта транзакция можно это транза ошибка эту транзакцию можно или отменить или вывести другую сумму кота которая будет соответствовать максимально доступной для отправки сумме я ничего не понял что сейчас прочитал в общем чтобы отправить чтобы отправить нашу сумму в размере 200 200 227 тысяч 422 сатош нам необходимо 247 тысяч 422 сатоши господи как я заговариваюсь короче как мы видим здесь получается ровно на 20000 то есть либо я обсчитался посчитав что 20000 сатош это является 20 процентов то ли просто за быструю отправку мы отдаем 20000 скорее всего именно так то есть за любую отправку сатош мы будем отдавать 20000 просто за то что мы отправляем то есть 20000 это такой налог у нас есть сумма в 227 тысяч мы отнимаем этот налог в размере 20 20000 жмем отменить транзакцию вот отсюда убираем 20000 ставим кнопку циферку 0 и жмем отправить платеж то есть 20000 все как мы слышим сигнал прозвучал это значит что деньги были отправлены переходим на сайт валит exmo обновляем страницу так пока не поступили значит надо ждать они естественно будут поступать не сразу надо будет немножко подождать перейдем на блокчейн посмотрим транзакции а тут написано что транзакция не подтверждена нам необходимо дождаться подтверждения транзакции после чего мы перейдем к следующему этапу я пока нажму кнопку паузу и так буквально через несколько часов видим что транзакция наша была подтверждена вот есть подтверждение я уже снимаю на следующий день потому что в тот день мне уже не получилось доснять видео поэтому у меня уже прошел день и поэтому у меня 116 целых подтверждений вот ушло 73 минуты на подтверждение этой транзакции но я думаю это не сильно много итак следующим шагом будет нет мы посмотрим сначала вот переходим на экс мы видим что нам пополнился баланс кошелька bitcoin на 207 тысяч отправляли мы тут 227 но 20 тысяч заплатили за комиссию к нам пришло 207 тысяч сатош и так что нам теперь нужно сделать если вы переводите сатош большое количество и этих сатош хватает вот нажмем на кнопочку exchange и если этих сатош хватает на 10 долларов то есть мы допустим наши сатош и копируем сюда вставляем если у вас хватает на 10 долларов то переводите в доллары лучше а если у вас в принципе их не особо много то переводите их в рубли вот мы переведем в рубли получаем 59 рублей жмем кнопочку exchange так и вот пополнили наш кошелек рублями переведя наши сатош и в рубли теперь почему я вам сказал вывести не не в доллары а в рубли если бы у вас было 10 долларов вы бы могли сделать выплату и выплату на веб мани но тут минимальная выплата 10 долларов с комиссией 3 процента там 30 центов принципе с 10 долларов нет немного но так как у нас сатош не так много мы переводим в рубли когда жмем кнопочку дайте на русский ой на русский переведу чтоб понять не было и когда мы вот нажмем кнопочку вывести с рублей и выберем киви то здесь минимальная сумма вывод всего лишь 10 рублей 10 рублей у нас есть и комиссия 2 процента почти 3 вот для чего нам и нужен был киви кошелек тут также есть яндекс деньги если у вас есть яндекс кошелек вы можете принципе сразу на яндекс вывести но я но чтобы отправить деньги с яндекса на веб мани нужно привязывать кошелек и иметь специальный аттестат у меня его нету поэтому мы сделаем по другому мы будем выводить на киви тут пишем тут читаем вернее номер телефона пишется с кодом страны без плюса время зачисления от 10 до 90 минут сумма вывода мы просто копируем вот эту сумму все сколько мы получим тут написано 2 рубля у нас уйдет на комиссии и нам необходимо здесь теперь вставить наш кошелек от щита киви копирую его без плюс как мы видим номер телефона пишется с кодом страны без плюса вставляем 996 и бла 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 жмем кнопку вроде все правильно жмем кнопку кнопочку вывести средства задание на вывод успешно создана дальнейшие инструкции высланы на email переходим на email адрес вот как мы видим нам пришло письмо с подтверждением вывода средств и для подтверждения вывода средств необходимо перейти вот по этой ссылке для отмена вывода вот по этой но нам нужно подтверждение поэтому переходим по первой ссылке что задание на вывод 59 рублей было подтверждено теперь нам нужно только дождаться когда же наши рубли отправятся к нам на кошелек киви и так спустя примерно минут 15 наверное максимум 20 хотя нет 15 скорее всего к нам на счет киви пришли наши в 57 рублей вот и и теперь нам необходимо сделать последний шаг это отправить их с киви на кошелек webmoney так копируем адрес кошелька webmoney переходим на киви жмем оплатить именно оплатить не перевести и здесь выбираем платежные системы выбираем webmoney здесь вводим номер кошелька нашего способы оплаты счет киви здесь также выбираем и пишем сколько мы хотим перевести это 57 рублей а нет комиссия здесь какая 3 процента получается 50 50 сколько 56 вот получать 56 рублей комментарии в принципе не обязательно и жмем кнопочку оплатить подтвердить теперь на телефон пришел код его необходимо здесь ввести вводим код с мобильного телефона так подтвердить и все ваш платеж принят в обработку теперь осталось самое долгое по моему платеж с киви на webmoney идет дольше всего я не знаю с чем это связано но вот такие вот у них проблемы нет пока не пришло значит будем ждать вот приход когда здесь появятся циферки и прошел примерно час по времени и как мы видим к нам пришло пришло 54 рубля на наш webmoney кошелек теперь у нас 360 рублей я вам объяснил как как сатоши перевести в рубли я надеюсь вы тоже подкопите себе немножечко денег там куда-нибудь там купить не знаю csgo или там закинуть денег на телефон и еще что-нибудь надеюсь вам понравилось скоро будут еще краны по сбору сатоши подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем удачи всем пока